Они приняли участие в работе Всероссийского форума по проблемам жилищно-коммунального хозяйства ЖКХ «Новое качество». Он проходил в Челябинске. В составе нашей делегации были депутаты областной думы, руководители управляющих компаний и товарищи собственников жилья, представители промышленных предприятий. На дискуссионных площадках обсуждались наиболее проблемные вопросы развития отрасли – лицензирование управляющих организаций, капитальный ремонт жилищного фонда, переселение граждан из аварийного жилья, повышение качества услуг и справедливое начисление платежей за них. Ожидается, что предложения, выработанные на форуме, лягут в основу так называемой дорожной карты по улучшению сферы ЖКХ на ближайшее время. 53-й всероссийский праздник, посвященный творчеству Тютчева «Родник поэзии твоей» прошел в это воскресенье в Овстуге. Церкви Успения Пресвятой Богородицы была отслужена лития в память о нашем выдающемся земляке. На центральной сцене праздника его гостей ждал концерт лауреата всероссийских и международных конкурсов Ульяны Разумной в сопровождении Брянского городского камерного оркестра. На традиционных поэтических чтениях выступили поэты и писатели, лауреаты Всероссийской премии «Русский путь», участники литературных объединений Брянщины, воспитанники театра «Взрослые дети». Поскольку Тютчевский праздник на этот раз совпал с троицей, в его программу были включены троицы. В площади Овстуга состоялся концерт творческих коллективов и исполнителей области. В усадебном парке прошла выставка продажа работ брянских художников «Остовский вернисаж». Стали известны результаты первых итоговых экзаменов выпускников. Свои знания по географии и литературе продемонстрировали около 350 юношей и девушек. Хотя изначально желание сдать эти предметы изъявили 500 человек. Как сообщили нам в областном департаменте образования и науки, не удалось преодолеть необходимые минимальные пороги 12 участникам ЕГЭ. В основном тем, кто выполнял задания по географии. Не среди сдавших этот предмет и стобальников. Показать наивысший результат на экзамене по литературе смогли всего 5 человек. Год назад их было в два раза больше. В целом, итоги аттестации по географии и литературе в этом году немного хуже. А сегодня российские выпускники сдают экзамены по информатике, биологии и истории. В качестве дополнительных экзаменов их выбрали почти 4011 классников. Больше всего желающих продемонстрировать свои знания по биологии на втором месте в истории.